всем доброе утро пасмурное и дождливое утро смотрите но зато хорошо польется мой кустик польется мой базилик где мне базе он там базилик мята кстати так и и и не вылезла и не хочет она вылазить что-то что-то ей не понравилось ну и да ладно не очень-то и хотелось так что так сегодня пятница богдан взял планшет сидит играет перед школой а я сейчас отведу отвезу вернее отвезу богдана в школу приду выпью кофе очек и буду потихонечку собираться на маникюрчик так как я уже об этом говорила вчера очень сильно отросли нужно поменять не знаю хочу сделать лавандового цвета но не знаю может быть я приеду и передумаю как обычно в прошлый раз я ехала вообще за темным маникюром хотела сделать темный но вспомнила что есть этот лак русаличевых русаличевых хвоста и мне захотелось вот он такой красивый был такой прям и он такой пупырыщатый как русалкин хвост такое ощущение как будто я трогала хвосту русалки нет не трогала к сожалению вот как то так нужно поставить сделать хлеб но он не успеет он не успеет приготовиться до того как пока я уйду тогда не буду его ставить приеду тогда поставлю либо заедем купим с денисом потому что в магазин у меня времени тоже нет ехать до у меня в магазин тоже нет времени ехать да как то так потому что сейчас приду пока туда-сюда и мне нужно будет уже в 10 30 выезжать бы дабы даже раньше так как там постоянная проблема с парковкой и чтобы не терять потом времени чтобы не опоздать я еду всегда заранее я лучше посижу немножечко в машине нежели я опоздаю потому что я же не одна записана правильно вот тем более там у нее все расписано по секундам по минутам и не хочется потом чтобы другой человек тоже ждал из моего опоздания так что ну или пол руки накрасить только но я шучу конечно так что так сегодня поливает ну и хорошо пусть польет дождя кстати не было давно две недели до у нас даже то бочка с которой мы поливали все наши растения уже давно пустая вот так что так пусть она немножечко наполнится заполнится и будет чем поливать цветочки кстати скоро горошек мой уже тоже отцветет душистый и там еще цветут бархатцы вонючки как-то так все собираемся с богданом на на школу это сказать на джоу джицу опять нет в школу ксюша уже уехала с папой папа ее отвез в школу и так что так такой сегодня сонно дождливый день ничего делать не надо ничего мне готовить не надо хотя второго почти нет но не знаю в пятницу я как-то так у меня знаете день расслабон если что мы за этим купим пиццу так что такой знаете у меня пятница день пиццы какой-нибудь бургер можно сделать тоже готовить ничего не хочется тем более денис на работу с собой сегодня ничего не берет а вот у него короткий день вот а у меня губа стала больше и больше знаете как будто неудачный ботокс только с одной стороны так перекосила но ничего как есть такие еще такого неудачном месте она будет потом когда подсыхать будет очень сильно трескаться здесь очень будет около уголочка болеть вообще простуда редко когда вылазит в удачных местах статься так что так вот такие у нас утро новости и всем хорошей пятницы и хороших предстоящих выходных хорошего хорошего тебе дня пока люблю тебя все пошел богдан школу что я дома сейчас заварю себе кофе и наделась сегодня кроссовки после долгого ношения знаете этих босоножек такое впечатление как будто я бахилы тяжелые надела так неуютно а ноге как будто не знаю и нога резко перестала дышать с тем что дождь босоножках не походишь вот ну как то так да странное такое ощущение обычно так всегда после лета знаете в начале когда на лето снимаешь кроссовки и надеваешь сандали не очень тоже ощущение как будто чего-то не хватает а потом обратно тоже странные такие ощущения я надеюсь что не у меня одной так что так все богдан пошел надел брюки и осеннюю куртку в июле месяце какой осенью число кстати какой пятая шестое а пятая пятая пятого июля сын пошел в осенней куртке в школу но так так себе на улице плюс восемнадцать девятнадцать ну да где так семнадцать даже семнадцать восемнадцать в общем в общем в июле месяце пятого числа вот так вот такие такое лето жарко и сон и потому что оно пасмурное вот у меня сегодня проснулась бабка я не проснулась а проснулась бабка вместо меня так что я хожу ворчу потому что хочется жары и лета нормальных таких жарких дней было два дня а не вру в май было ну мая это весна а не лето так что то жаркое время не все там только выходные были по моему жаркие или неделя да неважно в общем это была весна и это не считается а вот летом у нас было сколько нормальных жарких таких прям пляжных дней 2 все потом мы уже занимались своими делами поехали в зоопарк съездили и на этом все и лето закончилось дождь холодно и ветер вот короче надеюсь и бабка заснет и проснется а люба и не будет бубнить кстати немножко столик наш помыла пыль эту прибила как ее строительную ну как-то так получше немножко но все же все же знаете эти дни что они строили них хотя знаешь я не имею протензий к стройке но обычно они предупреждают но соседи если у кого-то начинается стройка они предупреждают что столько-то столько-то дней у них будет эти стройка что пыль грязь и не вывешивайте свои труселя на улицу так что так что так вот такие вот дела у меня опять века затекла держать вот такие тяжелые встали вообще просто вчера кстати во влоге уже проговорила про рождество как бы но как но как на что у кого-то во влогах знаете огурчики помидорчики там лето жара море пляж связи с тем что у нас этого нет ни моря ни пляжа не огурчиков не помидорчиков мы будем готовиться к рождеству но это конечно утрирую знаете но все же все же все же еще год учебный не закончился я уже о новом учебном году начала вспоминать не дав себе морально отдохнуть но я уже тоже вчера сказал что это подводя итоги уходящего учебного года так что так что так и влог я вчера назвала тоже готовимся к рождеству а вы знаете вот так вот хопа моргнете и рождество а как надо сани летом готовить чтобы нормально кататься я конечно опять тоже утриру но все же все же и тем более мы хотели тоже елку поменять искусственную тоже но не знаю они такие знаете в сезон они стоят очень дорого для искусственной елки а потом уже они такие знаете продаются со скидками какие-то об скубыши остатки тоже не хочется так что так что так но я уже если что где-то мне на глаз упадет какая-то елка и она понравится нам возможно уже придется и врать и в августе или там в сентябре ну в сентябре уже они дорогие будут потому что сентябрь это уже тоже сезон подготовки к рождеству кстати в августе тоже у нас начинается жаркий сезон на всех везде работах на фабриках в магазинах такой жаркий сезон вот эти вот прям четыре месяца подготовки к рождеству везде все усиленно начинают больше производить но так всегда так было так что жаркая пора начинается скоро уже собралась буду выезжать это что-то я как-то раскачаться не могу сегодня вообще время уже выезжать время 1016 у меня в 11 ехать примерно 20 минут ну туда-сюда нормально пока она идут на ковку из туда надеюсь место будет тем более сегодня рабочий день как-то так вообще глаза не могу сегодня открыть вообще не просыпается любая не может проснуться и так общей как будто я ночью вагона разгружала а не спала хотя спала хорошо и нормально ну это погода так ну что это тоже возраст возраст и до на погоду реакция сейчас включу музычку и поеду с музычкой до маникюрчик и все потом денис уже тоже придет и как-то так вы не переключайтесь за я приехала все местечко было прям как для меня специально оставлено и уху у меня еще 20 минут я еще поковыряюсь в телефончике и тогда пойду так что так сегодня мой день все я вышла сделала маникюрчик такие коротенькие сделала в этот раз наконец таки потому что отросли очень сильно у меня вообще очень быстро ногти отрастают очень классно такие такие классные летние цвета так что так не передумала я решила не делать темный потому что лето особенно обычно зимой я ношу темные цвета так что так я очень довольна рада еду домой все я приехала домой одновременно с денисом и приехали так что перепарковали машинку и все сейчас я выхожу возьму все свои вещи калмуты привет как дела тоже хорошо одновременно приехали так что так все сможем одновременно дом сейчас будем обедать вот встречает сонный наверху был внизу да ладно а наверно уже где-то нашкодил находил рысь нашкодил там на столе с цветами опять он не дает ему пакет папа папа покоя этот букет они пакет до хулиган рысь у нас есть еще время до того как мы будем забирать детей и мы решили съездить быстренько в магазинчик купить помидорки и огурчики потому что нет вообще так же и чешки и чешки и чешки так что вот съездим быстренько купим я хочу маленьких вот этих вот наших вкусных ароматных так что мы поедем в польский магазин заедем все мы уже съездили в польский съездили уже в теска сейчас denis складывает сумки в багажник и мы едем за богданом магазине ничего не снимали так как нужно были было быстренько быстренько все делать и поедем за богданом дома сделаем распаковочку что мы купили что магазине мы не снимали времени не было надо было быстренько быстренько сделать купить и это самое мне такое ощущение что мне в глаза и песок насыпали слизятся глаза страшно не знаю что это с чем это связано так что так мы выезжаем же за богданом ксюша написала сказала что у нее митинг так что ксюша сегодня задержится школе митинг это по-английски кто-то писал что вы самое неправильно говорите митинг это русский митинг так звучит что скопление людей митингуют по-английски митинг это просто то же самое слово по-английски митинг мы говорим по-английски это собрание это собрание да это может митинг может быть face to face как бы ну один человек с одним человеком разговаривают обсуждают что-то что-то да и как-то я даже не ассоциировала это слово как-то с каким-то таким мечтами и митинг как-то по-другому что же называется забастовки вот забастовка вот это вот реальный забастовка там где собираются люди а митинг он как бы для меня в моем понимании митинга больше как-то мирная несет а забастовка это уже забастовка она уже не несет такие мирные как намерение как-то так для меня я даже без одни мысли вообще сейчас пока мне не написали я даже но я бы я понимаю откуда это идет потому что по-русски если не знать английского языка может быть митинг и звучит так как забастовка это митинг а забастовка это уже 22 разных мероприятия митинг это для меня как-то ну знаешь мирная а забастовка она бывает начинается мирно а заканчивается уже как-то не мирно чаще всего но я говорю когда мы говорим митинг потому что как-то собрание как-то выпадает вообще из головы для меня собрание это родительское собрание в школе вот как-то так ассоциация видимо в разных странах да ну как-то так все распаковочка по-быстрому экспресс распаковка так купили доритес мята в горшке пакеты для мусора бейгу и такие потом перцы салат айсберг пепперони потом купили лосось завтра хочу сделать на гриле либо в духовке запечь еще не еще не решила потом такая ветчина ребрышки для супа филадельфия со вкусом с сальмона и кто он там даст филадельфия просто оригинально потом купили такой десерт раз два три и еще вот такие вот фрукты в желе раз два потом купили такое масло виноград сразу ставлю в раковину чтобы помыть два потом купили такую шоколадку такую шоколадку печеньки такие но новенькие такие новинка 1 2 со вкусом этой черри как она вишня два таких и 2 с этой как ее нет малина со вкусом малины потом купили twix и twix такой потом купили хлебушек на тосты цветную капусту купили купили брокколи раз-два это все и к завтрашней рыбе тоже авокадо редис такую маленькую молодую картошку тоже к рыбе потом купили дыню купили арбуз вот такой вот небольшой маленький он купили и все это все что мы купили в теска заплатили мы в теска 7827 не фокусируется чё-то это что мы купили теска и это мы купили в интернешнл магазине не в малинке а в европейном в общем хлеб огурчики такой сырок шоколадный такие йогурты и помидорки и мешок картошки вот такой вот все в этом магазине мы заплатили 16 фунтов сейчас мы быстренько это все уберем и поедем в другой гостиной магазин сидим купим пиццу на вечер потому что готовить ничего не хочу и и заодно заберем тогда ксюши со школы на улицу нос дождь опять начался мы едем уже за ксюшей я уже дома мы съездили забрали ксюшу ксюша тоже дома моют руки сейчас будет есть и это мы купили в маркан спенсер заехали за пиццей купили такое стонбэк хаммон пайнапл и потом еще купили такой стон стонбэк тесто мясная милдил купили халуми фрайс и дели стайл салат потом купили такой десертик такой такой и я себе купила очень вкусно мне такой нравится пудинг и купили такое шоколадное мороженое это все что мы купили заплатили за это 30 фунтов денис с богданом на джиу-джитсу а я тем временем поставила готовится пиццу стоит и они придут и уже почти будет готова плюс еще будут такие сырные палочки с сладко острым соусом таким и еще такой салатик как раз мы взяли и будет и очень вкусно так что такое у нас будет сегодня ужин пиццей ну я поставил личный рекорд какой я висела на трубе на перекладине две минуты двадцать пять секунд ничего себе одну минуту ничего себе но ты молодец как сходили мне тут они мелодо ноги они мели паре взял набили мне руки они мели молодец супер ты молодец и на этой вкусной ноте вечерней мы будем сегодня с вами прощаться говорит всем пока пока и увидимся с вами завтра всем пока пока всем пока